С воскресением всех святых в земле Белорусской Проседины! С днем независимости Республики Беларусь! Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую всех вас! Как символично в этом году совпали эти два праздника из двух сфер нашей жизни – гражданской и церковной. Жития святых людей, подвязавшихся на территории Беларуси в разные века, расскажут нам о тысячелетней судьбе нашего народа. И мы поймем, откуда в нем, в нашем народе такая стойкость и такая решимость защищать свою землю и свою веру. Мы поймем, откуда в нашем народе скромная и тихая мудрость, как мы говорим по-белорусски «померковность» и способность возрождать жизнь буквально из пепла. Освобождение Минска от немецких захватчиков, которые принесли с собой идеологию нацизма и насаждали ее среди нас – это не просто победа над гитлеровской Германией и всеми, кто за ней стоял. Это сокрушение дьявольского плана построить новый Вавилон. Но и этот Вавилон пал. Почему День независимости важен для меня не только как для гражданина, но и как для православного священника? Бытует мнение, что христиане не могут быть патриотами, что патриотизм – это культ. Но я спрошу иначе, разве обязательно возводить любовь к Родине в культ? Достаточно просто любить Отечество, то есть чтить свой род, любить людей, которые рядом, и заботиться о земле, по которой ходим каждый день, трудиться в поте лица на пользу людям. А разве это не заповеди, данные Христом? Разве это не забота о земле, которая сотворена для человека и отдана ему в распоряжение самим Богом? Да, все это временно для христианина, временно в том плане, что земная жизнь быстротечна, и душа должна готовиться для Отечества Небесного. Но имеет ли право человек назваться христианином, если переступит через свои земные обязанности, через близких людей, прикрываясь Царствием Божиим и любовью к Богу? Зачем Господу в небесных обителях тот, кто не может быть верным в малом промежутке времени? Кто, как говорит Священное Писание, не холоден, не горяч, нет необходимости делать культ из Родины? Относиться к ней нужно с заботой. Достаточно понять, чем мы государству обязаны. Достаточно делать для Него все, что можно, теми силами, которые дал Бог. И тогда через нас земное Отечество будет навеки связано с Небесным Отечеством. Ибо все, что для Бога, разве не Божье? Необходимо выбирать добро и правду для своей жизни. Не выбирать зло и ложь. И тогда Родина не будет частью ада, но будет частью рая, на страже которого будет стоять и небесное земное воинство. Вы только представьте на мгновение, что будет, если человек принесет свою землю, а в итоге всю Вселенную к подножию сатане. Страшно даже подумать. Весь сотворенный Богом мир будет арендован под ад. Поэтому по-настоящему субъектная государственно-политическая карта – это свидетельство того, что мир еще не весь объят злом. Сатана до Второго пришествия будет пытаться строить Вавилон. «Но он будет разрушен всякий раз, когда будут хотя бы две-три страны, в которой люди с любовью относятся к своему духовному и материальному наследию. И все свои дела посвящают Богу и добру, которые помнят, чем закончилась для Адама и Евы беседа со змеем в раю». Он обещал свободу и равенство, но забрал рай и отдалил людей от Бога. То была первая иллюзия и первый шаг ко злу, и первая утрата независимости. Не будем питать иллюзией, что где-то лучше будем просто любить Родину. Лично у меня много повода благодарить Бога за мое земное Отечество, за мое временное пристанище в этом кратком веке, за народ, в котором я рожден, в котором было много праведников и святых, за моих родителей, воспитавших меня. Каждый раз, когда я спускаюсь в крипту храма-памятника, я понимаю, какие сильные и мудрые белорусы. И понимаю, как дорого дается суверенитет. То есть возможность верить во Христа, говорить на своем языке, жить по своим правилам и на своей земле. Как же дорого стоят самые простые вещи на земле. И так будет всегда. Будет всегда так в этом временном мире, пока человечество не сделает свой окончательный выбор между добром и злом. С праздником всех нас! Субтитры создавал DimaTorzok